Николай Александрович, самый первый вопрос у меня лежит на поверхности. Сегодня вы весь день провели в Воронеже. Был большой-большой семинар, у вас большая конференция. Мы попросили вас подвести ее итоги, рассказать вкратце, чему она была посвящена и какой позитив, какие продуктивные вещи сегодня удалось сделать. Действительно, сегодня в Воронеже мы провели очередное совещание Российского футбольного союза совместно с Министерством спорта по теме разработки и реализации региональных программ развития футбола в субъектах Российской Федерации. Это уже шестое по счету совещание по данной тематике. Как вы знаете, в апреле 2014 года на конференции Российского футбольного союза была утверждена стратегия развития футбола до 2020 года. В мае на исполкоме Российского футбольного союза была утверждена программа развития российского футбола до 2020 года, которая сейчас находится на утверждении в Министерстве спорта. Совершенно логично, что совместно с Минспортом, как я уже сказал, мы приступили к проведению ряда совещаний с участием наших региональных федераций, органов управления спортом, субъектов федерации нашей страны, совместно с органами государственной власти, представителями футбольной общественности, с целью разработки и реализации региональных программ развития футбола. Нам представляется очень важной разработка этих стратегических документов развития вида спорта в субъектах федерации, ибо сегодня без наличия таких программ успешно развивать такой вид спорта, как футбол, достаточно сложно. Мы полагаем, что необходимо объединить усилия общественных организаций, каковыми являются федерации, государственных органов в деле развития футбола. Должен сказать, что и сегодняшнее совещание в Воронеже прошло очень конструктивно, в рамках очень заинтересованного обмена мнениями по различным аспектам развития отечественного футбола, в том числе и применительно к регионам, входящим в межрегиональное объединение Черноземья. Мы удовлетворены итогами сегодняшнего совещания, без сомнения, те предложения, которые были сделаны со стороны региональных федераций, в обмена управления спортом, мы учтем при подведении итогов проведения всех региональных совещаний. Таких совещаний у нас еще будет три. Затем мы подведем итоги, обсудим с представителями Минспорта те итоговые документы, проведенные в совещании. И надеемся, что в течение 2015 года мы сумеем организовать работу таким образом, чтобы к концу 2015 года в каждом регионе нашей страны были реалистичные программы, региональные программы развития футбола для того, чтобы совместными усилиями с органами государственной власти они были реализованы. Нынешнее руководство Российского футбольного союза уже неоднократно заявляло, это наша твердая позиция, что потенциал российского футбола заключен в регионах нашей страны, что необходимо развивать футбол именно в регионах страны, ибо там очень много талантливых людей, спортсменов, тренеров, организаторов, функционеров, специалистов футбола. Нужно их найти и создать необходимые условия для реализации их талантов и способностей. Мы полагаем, что нужно сосредоточиться на вопросах реализации государственных программ развития физической культуры и спорта. Российский футбольный союз, как одна из крупнейших федераций в системе российского спорта, также обязаны реализовывать государственные программы развития физической культуры и спорта. А это прежде всего вопросы развития массового футбола, детско-юношеского футбола, подготовки кадров, работающих в российском футболе, и, конечно, развития инфраструктуры данного вида спорта. Эти программы будут в себя включать именно и в первую очередь эти разделы. Мы, конечно, понимаем значимость профессионального футбола, но не менее важным является, конечно, реализация указанных в моем направлении. Можно вопрос? Николай Александрович, ну вот применительно к Воронежскому региону, каким Вы его сегодня застали, какие, наверное, возникают проблемы первоочередные для Воронежа и области, именно применительно к футболу, как к массовому, так и, может быть, и к верхушке профессиональному. Сегодня мы не занимались анализом состояния дел в отдельных регионах, входящих в межрегиональное объединение Черноземья. Эволюция развития футбола в Воронежской области мне достаточно хорошо известна, учитывая, что я на протяжении 20 лет еще возглавал профессиональную футбольную лигу. Я полагаю, что эти темы, о которых я уже сказал, развитие, прежде всего, детско-юношеского футбола и системы подготовки резерва, темы массового футбола, состояние и развитие инфраструктуры, они актуальны и для Воронежской области. Мы, конечно же, сегодня отмечали эволюционную, эволюцию развития отечественного футбола, и нельзя отрицать несомненные успехи в деле развития отечественного футбола. Мы подчеркивали, что российский футбол с 92-го года, когда был в новейшей российской футбольной истории образован Российский футбольный союз, как национальная федерация, когда был создан первый российский футбольный клуб в классическом понимании футбольного клуба, профессиональная футбольная лига, как объединение юридических лиц футбольных клубов. Российский футбол вместе со страной прошел очень непростой путь от создания, как я уже сказал, первых субъектов российского футбола, в новейшей российской футбольной истории, до завоевания России права проведения чемпионата мира 2018 года, как крупнейшего мирового футбольного праздника. Это за 20 с небольшим лет. Поэтому эволюция российского футбола очевидна, позитивные изменения, конечно, очевидны. Что-то можно было сделать, может быть, с большей степенью эффективности, и я убежден, что это будет сделано. Но, опять-таки, возвращаясь к теме, с которой мы с вами начали сегодняшнюю встречу, для этого нужно четкое понимание целей и задач, расставленных приоритетов в деятельности Российского футбольного союза, региональной федерации, всех субъектов российского футбола. И, конечно, наличие программных документов, в которых бы четко были определены цели и задачи, анализы состояния сегодняшнего состояния дел в регионах нашей страны, если речь идет о региональных программах или программах развития клубов, а у них тоже должны быть свои программы развития. И вот эта вот тема разработки и реализации четких, реалистичных программ, подкрепленных и, в том числе, конкретным финансированием для их реализации, именно эти темы мы обсуждали. В полной мере это касается и воронежского футбола. У вас сегодня появились достаточно современные школы или центры подготовки, так угодно их можно называть, по подготовке резервов. Все это должно укладываться в рамки программ развития футбола в Воронежской области, в том числе и перспектив развития инфраструктуры. Очевидно, что такой футбольный регион, как в Воронежской области, где очень любит футбол население, где много поклонников футбола, тонко понимающих футбол, наверное, заслуживает того, чтобы и был современный спортивный стадион, и клуб, имеющий богатые спортивные исторические традиции, тоже поигравшие в свое время в элите российского клубного футбола, к радостям тысяч поклонников футбола воронежского факела, тоже увидел нынешний факел и в элите российского клубного футбола. Конечно, для этого нужно объединить усилия всех заинтересованных лиц. Я уверен, что факел – это один из клубов, исторических клубов российского футбола, отечественного футбола. Я не вижу непреодолимых препятствий для того, чтобы поэтапно была реализована программа возвращения в элите российского клубного футбола. Николай Сунич, какая задуманная тема финала чемпионата мира 2017 года. Какие планы по поводу использования воронежа, как ДАС для участия в финале чемпионата мира? Прежде всего, я хотел бы отметить, что тема подготовки к чемпионату мира – это компетенциальный комитет 2018, учредителем которого имеется российский футболный союз. Насколько я знаю, что два спортивных объекта будут готовиться в качестве спортивных баз, на которых будут иметь возможность в случае их выбора в сборную, в которой будут принимать участие в считаемых лет 2018 года. Полагаю, что в случае окончательного включения для вас в программу подготовки спортивных сооружений, без сомнения, все будет приведено в наближайший вид в соответствующем тренировке ФИФА по качеству этих объектов. Воронежская область, Воронеж очень удачно расположены и географически. В Воронежской области Воронеж очень любят футбол, и я убежден, что все программы подготовки будут успешно реализованы. Николай Александрович, когда вы совершаете поездки подобные сегодняшние, как правило, не только вы выступаете перед собравшимися, но и они высказывают свои пожелания какие-то, жалуются на что-то. Что сегодня, может быть, особенного вы услышали при общении с представителем Чернозема Воронежа? На что жаловались, может быть, больше всего? Что-то такое интересное? У нас не было жалоб, у нас был обмен мнениями, что нужно сделать для того, чтобы успешно развивать футбол в различных регионах. В данном случае речь идет о Черноземье. Зазвучали конструктивные предложения, как улучшить, например, взаимодействие региональной федерации футбола с органами государственной власти, управления спортом, как повысить эффективность этого взаимодействия. Я полагаю, что уместно говорить не о жалобах, а о предложениях, которые в этом плане были озвучены участниками сегодняшнего совещания. Еще раз хочу подчеркнуть, что предложения были взвешены, предложения звучали тех людей, которые работают в сфере футбола в регионах нашей страны. Их мнение, их предложение очень важно для Российского Футбольного Союза и для разработки программ развития футбола на уровне Российского Футбольного Союза, принятия решений на уровне с полкома, например, Российского Футбольного Союза. Ну и, конечно, как я уже сказал, все предложения мы саккумулируем при подведении итогов по завершению всех региональных совещаний в общении с Министерством спорта. Николай Александрович, опять же, Вы сказали, что это шестая уже подобная поездка. Какое-то сравнение можете уже сделать в развитии детско-юношеского футбола в нашем черноземном регионе по сравнению с остальными местами, где Вы побывали? Мы отстаем от них или опережаем, или где-то на уровне нажимаются? Мне представляется, что прежде всего надо говорить о серьезном потенциале, который есть в регионах входящих, в межрегиональное объединение в Черноземье. Должен сказать, что футбол успешно развивается, повторюсь, хотя в ряде направлений можно говорить о более высоких темпах возможного развития, но в целом улучшается состояние инфраструктуры, несомненно, улучшается работа в части подготовки резерва, появляются футбольные поля с искусственным покрытием, например, приводится в надлежащее состояние спортивные объекты. Можно говорить о необходимости повышения темпов этой работы, качества этой работы, но в целом мы видим позитивные тенденции в развитии футбола во всех регионах, входящих в межрегиональное объединение Черноземья. Поэтому вы, в данном случае, отвечая на ваш вопрос, регионы Черноземья, на наш взгляд, имеют очень хороший потенциал и во многих аспектах, это прежде всего касается работ по подготовке резерва, выгодно отличаются от ряда регионов, которые мы сегодня посетили, провели аналогичное совещание. Все-таки это центр России, достаточно примеры, например, открытой недавно Академии футбола в Тамбове, современнейшее спортивное сооружение Академии футбола, в которой будут обучаться, в том числе футболу, талантливые юные спортсмены не только Тамбовской области, но и многих регионов нашей страны будут приезжать туда и проходить соответствующее обучение, в том числе из столиц Российской Федерации. – Три совещания, которые остались в 2015 году? – Мы завершим все совещания до конца этого года. – А где остались каких регионов? – У нас остался юг, северо-запад и в центре. Мы завершим все совещания, планируем завершить до конца текущего года. – Николай Александрович, но в целом какие у вас ощущения по итогам поездки в Воронеж? Есть ли чувство удовлетворения, например, что сделано большое дело или наоборот есть чувство, что чего-то вы не успели сегодня? – Мы удовлетворены итогами сегодняшнего совещания, конструктивным ходом обсуждения вопросов в сегодняшней повестке дня, заинтересованностью всех присутствующих в разработке и реализации программ, необходимости этой активизации этой работы. – Я, прежде всего, еще раз хочу подчеркнуть, что видел перед собой людей, любящих футбол, желающих сделать все возможное, чтобы он успешно развивался в регионах нашей страны. А потенциал российского футбола, я об этом уже сказал, заключается именно в развитии футбола в регионах нашей страны. – Николай Александрович, а программу развития футбола в Воронежской области предусматривает федеральные финансированные или в основном на самостоятельность? – Программа развития футбола и Российского футбольного союза и региональных программ будет рассматривать возможность финансирования из всех законных источников. Но, прежде всего, это, конечно, региональный бюджет, спонсоры, партнеры. В части развития инфраструктуры, я полагаю, будут рассмотрены и федеральные источники, как, например, при строительстве Академии футбола в Тамбове и строительстве футбольного манежа. На условиях софинансирования, как вы знаете, реализуются программы развития инфраструктуры футбола в различных регионах. Это, в том числе, и, конечно, благодаря участию министерства спорта и министра спорта Виталийовича Мутко. – А футбольный манеж вы имеете в каком регионах строительства? – Ну, вы знаете, что в ряде регионов уже эта программа успешно реализована. И в таких городах, как Омск, Новосибирск, Красноярск, Саранск будет сдаваться манеж. В Тамбове заложен уже фундамент строительства манежа. То есть федеральная целевая, федеральная программа развития футбола, она действует до конца 2015 года. И на условиях софинансирования в различных регионах, в том что и названных мной, реализуются различные программы развития инфраструктуры футбола, в том числе и строительства манежа. Недавно мы были в Красноярске и видели открывшийся новый футбольный манеж в Омске, как я уже сказал, в Новосибирске, в Екатеринбурге, в Саранске завершается строительство футбольного манежа. – Как Казань? – Ну, Казань, он немножко раньше, но тоже футбольный манеж. Ну, и вот сегодня как раз представитель Тамбовской области, да, проинформировал нас о том, что реализуется программа строительства манежа в этом регионе. – А главное, что в этом плане есть? – Это вопрос не ко мне. Это вопрос, который вы должны задавать не мне. – Ну, Николай Александрович. – Это, прежде всего, активность руководителей и представителей футбольного руководства, спортивного руководства региона. Российский футбольный союз готов поддержать эти инициативы, поддержать программы, но разрабатывать эти программы, включающие в себя развитие инфраструктуры, если речь идет о футболе, футболу, должны прежде всего в регионах нашей страны. Вот это наша задача – активизировать эту работу. Те или иные приоритеты в этой программе расставляются с учетом реальных возможностей, прежде всего, региональным представителям, региональным руководителям. – Хотелось спросить, вот, Николай Александрович, будет заседание исполком РФС через неделю буквально. Какие основные вопросы, главные? Я понимаю, что это очень много на рассмотрении, но главными вопросами какие будут? – Ну, прежде всего, исполком планируем рассмотреть выполнение поручений конференции, принятие решений по вопросам, прежде всего, анализ эффективности системы управления российским футболом. В результатах перехода всероссийских профессиональных соревнований на систему осень-весна и решений по лених тургани. Это один из важных вопросов, который нужно решить исполком, исполняя поручения конференции РФС. Естественно, будет рассмотрен вопрос о результатах финансо-хозяйственной деятельности Российского футбольного союза за 9 месяцев 2014 года. Мы рассмотрим итоги завершившегося этапа соревнований профессиональных футбольных клубов трех лиг. Значит, Российский футбольный премьер лиги, ФМЛ и профессиональные футбольные лиги. При этом, полагаем, не ограничимся только спортивно-техническими результатами. Сегодня мы попросим руководителя лига сделать сообщение в целом по состоянию дел в этих объединениях футбольных клубах. Мы рассмотрим вопрос о изменении в составе комитета по комиссии Российского футбольного союза, внесении изменений в ряд рекламентирующих документов, например, в регламент по статусу и переходам футболистов, регламент по разрешению споров, дисциплинарный регламент. Рассмотрим вопрос о новой редакции руководства по лицензированию футбольных клубов. Процедуру каждая национальная федерация, в том числе и ФС, должна осуществлять ежегодно. Мы это сделаем на ближайшем исполкоме. Ну и ряд других вопросов, в том числе и по предложению объединения отечественных тренеров, рассмотрим вопрос о соответствующих выплатах за использование футбольных клубов иностранных помощников и главных тренеров. Вот основные вопросы, которые планируются к рассмотрению на исполкоме. Если не будет дополнений со стороны членов исполкома к предполагаемой повестке дня, я назвал основные вопросы, которые мы предполагаем. Предлагаем рассмотреть на исполкоме 16 декабря. Ну, еще пока нельзя говорить о том, что будет принят закон, что действует ли янер в 15 своих. Это еще будет стоять на голосовании и практически уже решено. Я уже давал разъяснение по этому вопросу, уточняю появившуюся в СМИ информацию. Решение по всем трем вопросам, о которых я сказал ранее. Это система управления российским футболом, это система проведения соревнований и лимит легионеров. Решение будет принято на исполкоме Российского футбольного союза 16 декабря. Ранее появившаяся информация о том, что решение принято не соответствовало действительности. Более того, как вы знаете, право устанавливать лимит легионеров во всех летних игровых видах спорта в скором времени по закону Российской Федерации будет приближать в Министерство спорта. Поэтому мы на исполкоме, несомненно, обсудим этот вопрос, примем соответствующее решение. Очень важно, чтобы оно совпадало с позицией Министерства спорта Российской Федерации. Клубы были заранее сориентированы на те решения, которые будут приняты Министерством спорта. именно Министерство спорта будет по закону Российской Федерации иметь право устанавливать лимит легионеров во всех летних игровых видах спорта, включая футбол. А с какого момента можно докретизировать Министерство спорта этим заниматься? Закон будет принят с этого момента. Но конкретные даты пока бизнеса? Дорогие друзья, я думаю, что это будет в скором времени. В этом случае, по нашей информации, это не займет много времени принятие соответствующего законодательного адреса. Заключительный вопрос, потому что уже время нас торопит егать в работу. Если можно, я задам, как представитель факела. Просто про факел хорошие слова добрые сказали. Спасибо вам. Очень приятно. Хотелось бы услышать вашему президенту Российского Футболного Союза, чего нашему любимому клубу до сих пор не хватало для того, чтобы вернуться на те вершины, на которых мы бывали. И вообще ваше отношение к тому, что факел находится сейчас во второй линии, а не в какой-либо другой. Учитывая, что я 20 лет занимался созданием клубной системы, в российском футболе и был первым руководителем профессиональной футбольной лиги, которой, как я уже сказал, руководил 20 лет. И историю эволюции российского клубного футбола знаю хорошо. Полагаю, было бы правильно говорить, прежде всего, о бережном отношении к футбольным клубам России вне зависимости от их нахождения сегодня в той или иной группе клубов, в той или иной лиге, как достоянию отечественного футбола. Факел имеет, как я уже сказал, богатую событиями, историю и относится к категории региональных клубов, обладающих традициями, большой аудитории поклонников футбола. Не только, кстати говоря, в Воронежской области. Благодарная память болельщиков страны помнит факел, выступающим и в союзном чемпионате, и в российских соревнованиях. Помнит стадион профсоюзов, стадион в городе Воронеж, собирающим полный трибуны. Тем более, я сам на отдельных матчах присутствовал, когда было 30-40 тысяч на матчах Факела. И это действительно были большие футбольные праздники. И полагаю, что совершенно правильно, что судьба таких клубов на футбольной карте России не может оставлять равнодушным не только поклонникам воронежского футбола и Факела, а в целом поклонникам футбола нашей страны. Туда всегда с удовольствием приезжали и участники соревнований, и любители, поклонники футболов разных клубов. Потому что здесь всегда достеприимно, радушно принимали и участников соревнований, и поклонников футбола. Поэтому одна из наших задач – это не только сохранение этих исторических для отечественного футбола клуба, как Факела, но и их содействие, их успешному развитию. Их успешное развитие зависит прежде всего от учредителей футбольного клуба и от тех, от кого зависит развитие футбола в регионе. Убежден, что при консолидации усилий, заинтересованности в развитии футбола и футбольного клуба Факела сторон, будут найдены и необходимые возможности, ресурсы для того, чтобы Факела успешно развивался как клуб во всем многообразии направлений деятельности футбольного клуба. Это инфраструктура, это подготовка резервы, появление в составе Факела молодых российских футболистов, в том числе и выращенных в системе подготовки резервов в Воронежской области. И, конечно, я уверен, что многочисленная аудитория поклонников футбола искренне желает, чтобы Факел вернулся в элиту российского клубного футбола. Полагаю, что при объединении этих усилий, возможностей всех заинтересованных сторон, при четко поставленной цели и задачах, которые предстоит решить, совершенно реально поэтапно достичь нужного, обозначенному результату. Поэтому я, конечно же, желаю, чтобы Факел успешно развивался, чтобы игра футбольной команды приносила радость поклонникам футбола. Ну и, конечно, спортивные результаты позволяли Факелу продвигаться по лестнице футбольной иерархии. В конце концов, к радости поклонникам футбола и самих, я уверен, футболистов, руководителей региона, руководителей спорта, Факел представлял в Воронежской области в соревнованиях элиты российского клубного футбола. Не вижу в этом каких-то непреодолимых препятствий и при консолидации, повторюсь, усилий всех заинтересованных сторон. Редактор субтитров А.Семкин